Работа нашей русской и российской оппозиции? Ну, к сожалению, вы ответили сами на свой вопрос, сказав, слышал ли я. Если я не слышал, значит, этого практически нет. На мой взгляд, оппозиции в нашей стране нет. Есть пока определенные попытки ее создать, очень, может быть, неудачные, не очень неудачные. Все-таки то, что было на Болотной площади выступления, это был некий значимый подход. Я сейчас говорю не о хулиганских акциях, которые, кстати, всего лишь отсутствие опыта и организации движения оппозиции и демонстрации. Потому что мы знаем, что на Западе при проведении демонстрации есть внутренние силовые структуры, невооруженные, неофициальные, которые контролируют ситуацию от проникновения провокаторов. Собственно говоря, там сработали провокаторы, а досталось, как всегда, самой оппозиции. Но ее, к сожалению, нет. Потому что если бы она была, я думаю, мы бы это почувствовали, были бы перекрыты огромное количество улиц Москвы. Извините, если в Европе повышают или понижают, например, зарплату на 10%, поднимается страна. Мы знаем о забастовках, о демонстрациях. У нас это отдельно взятые какие-то местечковые мероприятия. Значит, ее, к сожалению, нет. А она должна быть. Это значит, очень здоровое тело, оно уже больное. Потому что теле должно быть все равномерно. И того, и другого. Отсутствие оппозиции – это катастрофа, на мой взгляд. Продолжение следует...